Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania. Сегодня мы поговорим о машинке из фильма Форсаж, на которой катался Вин Дизель. Итак, я начинаю. Поехали! Лето, солнце, море. Предложили прислать производитель таких машинок. Ссылочка будет, кстати, в описании. Стоит недорого для любителей коллекционных вещей. Но я решил взять с собой в отпуск именно здесь снять, скажем так, распаковку и вообще показать вам, что из себя это представляет. На самом деле, в детстве, наверное, каждый из нас коллекционировал что-либо. Либо машинки, либо киндер-сюрпризы, точнее игрушки. Ну и, собственно, здесь именно машинка. Обещали, короче, как в фильме Форсаж. Именно как у Вина Дизеля был, по-моему, Dodge или какой-то Chevrolet Camaro. В общем, какая-то из этих. Хорошо упакована, как вы видите. Я уже вижу, что она голубого цвета. Я не могу открыть этот материал. Боюсь повредить саму машину. Но ничего страшного. Сейчас мы ее порвем. Опа! Видели? Вот это крутотень. Она такая, она реально такая натуральная. При этом она, я, друзья, скажу, металлическая. Колеса, соответственно, резиновые. Диски у нас пластиковые. И здесь еще почему-то, наверное, можно батарейку вставить, да? Сделано в Китае. Снизу прям вообще прорисовка такая хорошая. Здесь есть логотипчик компании, который, скорее всего, производит такие коллекционные модели. Естественно, открываются двери. Внутри я вам покажу сейчас на подсъемке. Вообще все круто. Кто знает, что это за модель, можете написать и проявить свое, скажем так, показать нам свое знание в этом вопросе. И багажник открывается, нифига себе. Вот это круто. Открывается багажник, открываются двери. Ну, а, соответственно, капот не открывается. Может, и капот открывается, но у меня, к сожалению, нет возможности сейчас это проверить, потому что, скорее всего, и капот открывается. Если капот открывается, то это вообще... Давайте посмотрим. Вскроем вот эту штуку, и у нас должно это все дело каким-то образом включаться, или как, я не понимаю немножко, потому что здесь у нас есть какой-то динамик. Мотора как такового вроде как нет, но здесь надо уже непосредственно отверточкой, которой у меня с собой нет, это все дело развернуть, отвернуть и посмотреть, что внутри, потому что, ну, скорее всего, да, скорее всего, там какие-то есть звуковые или световые сигналы. Хотя, может быть, она еще и рычит как-нибудь. Но должен быть какой-то переключатель. Давайте посмотрим. Ну, что-то я пока не обнаружу ничего. Есть четыре вот таких отверстия, скорее всего, для того, чтобы ее ставить на какой-то постамент, для того, чтобы она не просто стояла на колесах, а прямо вот на постаменте. На самом деле, детализация для таких вещей, она очень важна, и здесь она проработана. Ого! Вы слышите? То есть у нас все сделано на этом, на автомате. Да, она просто проигрывает какие-то, то есть сама три звука, и у нас сзади стоп-сигналы, соответственно, загораются. А спереди? И спереди. Не, ну прикольно вообще, круто. Еще бы она каким-нибудь образом ехала, может быть она... А, да, у нее есть инерционная сила, то есть немножко откатить назад, то она непосредственно поедет вперед. Ну вот, наконец-то разобрался. Открывается у нас капот, то есть у нас открываются две двери, багажник и капот. То есть детализация максимальная. Для любителей таких штук вообще зачет. Ну, тут, конечно, немножко Китай, потому что у нас колеса немножко начинают как-то проявлять свое китайское происхождение, но все равно они даже резиновые. За стоимость данной модельки, я считаю, что вполне оправдана. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Все ссылочки на товар будут в описании под этим видео. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Пишите, что вы супергерой, если досмотрели до этого момента. Есть чат в Телеграме. Все подробные ссылки будут в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok